Деньги возьмут у округа. Дом по адресу 16А87 отремонтируют в кредит. В июне 2012 года включено 13 опасных мест, а сегодня уже 36 опасных мест. Защищённое детство в Нефтьюганске, по примеру, Сургута, создадут безопасную карту. Это то, чем живёт сегодня и всегда жил наш православный народ. Сибирь казачья. Нефтьюганск встречал участников казачьего фестиваля. В этом году их было почти 400. Порядок уплаты земельного налога, внесение изменений в бюджет и привлечение кредита из округа. Эти темы сегодня обсудили народные избранники на заседании профильной комиссии. Первый вопрос «Земельный налог» вступает в силу новая редакция налогового кодекса, регулирующего порядок его установления. В соответствии с пунктом 2.387 статьи налогового кодекса, представительные органы муниципальных образований определяют сроки и порядок уплаты только в отношении налогоплательщиков организации. Порядок и сроки уплаты налога физическими лицами установлены уже налоговым кодексом. Отметим, теперь земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирников, не признаются объектом налогообложения. Народные избранники предложили уточнить вопрос, идет ли речь о земле, находящейся непосредственно под зданием, или еще и о придомовой территории. Принято единогласно, спасибо. Переходим к следующему вопросу. Обсуждая корректировки в бюджет, народные избранники коснулись вопроса ремонта дорог. Депутаты запросили у администрации примерный план работ на будущий год. Сформировать некую программу на следующий год в части содержания дорог, проведения ямочных ремонтов для того, чтобы заранее осметить данные участки, запланировать расходы, так как они у нас сезонные. На следующий год мы разработали программу, включили ее в 200 миллионов рублей для того, чтобы привести дороги в надлежащее состояние, согласно БДД. 200 миллионов рублей, почти 50% дорог отремонтировать текущего содержания. Такая программа существует. Мы говорим, для того, чтобы ее реализовать и вынести в счетную палату, мы должны закрепиться финансовыми средствами. Еще один вопрос. Привлечение кредита из окружного бюджета на проведение строительно-монтажных работ по адресу 16А87. На то, чтобы закрепить конструкцию дома, затрещавшего по швам несколько лет назад, требуется 34,5 миллиона рублей. Средство согласился выделить округ. Займ впоследствии придется вернуть с процентами. В целом, предполагается, что доходная часть бюджета на 2014-й и плановый период на следующие два года увеличится на 35 миллионов и достигнет почти 6 миллиардов 730 миллионов рублей. При этом уточненный план по расходам на полтора миллиарда больше. Елена Раянова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Некоммерческие организации ЮГРЫ могут претендовать на субсидии из окружного бюджета. Социально ориентированные общественные организации, зарегистрированные как юрлицо, получат деньги на реализацию мероприятий в области социальной политики. Главное условие – мероприятия должны быть для югорчан. А сами общественники не должны иметь долги. Конкурс проходит по 14 декабря. Для участия требуется подать заявку организатору Департамента социального развития. Простая экономика далее. Практически все страховщики повысили в 2014 году цены на КАСКО. Повышение тарифов, согласно данным опрошенным РБК, страховщиков выросло от 5 до 50%. Причинами повышения, как говорят страховые компании, стали инфляция, ослабление рубля и увеличение судебных выплат. Инфляция в годовом выражении в октябре составила 8,3%. А изменение валютных курсов влияет на стоимость запчастей. Основной парк страхуемых машин представлен иномарками. Вслед за гречкой в России могут подорожать и макароны почти на четверть. Причиной тому стало повышение цен на зерно. Как пояснил Интерфаксу генеральный директор одного из крупнейших российских производителей «Макарон», рост цены на зерно твёрдых сортов пшеницы составил почти 70% за октябрь-ноябрь. Это значит, что если в сентябре стоимость одного килограмма пшеницы твёрдых сортов составляла около 11,5 рублей, то сегодня её трудно найти даже по цене 20 рублей за килограмм. Югорские депутаты одобрили законопроект о налоговой реформе в нефтяной отрасли и направят его в Госдуму. Документ предлагает изменение налогового режима и замену налога на добычу полезных ископаемых налогом на финансовый результат. Это должно стимулировать компании на развитие трудноизвлекаемых запасов углеводородов и на увеличение рентабельности исчерпавшихся месторождений. Сделать город безопаснее. В администрации состояло заседание комиссии по вопросам безопасности дорожного движения, на котором присутствовал новый начальник ГИБДД Юрий Бажин. Было рассмотрено 8 вопросов, касающихся взаимоотношений между нефтеюганскими перевозчиками и содержания уличной дорожной сети. Первый вопрос оказался довольно острым, докладывал Дмитрий Володцков, начальник ЮПАД. По его словам, в городе индивидуальные предприниматели-перевозчики играют не совсем честно. В результате того, что маршруты автобусов 3 и 3К совпадают с маршрутами 7 и 9, возникают конфликтные ситуации между водителями. Водители ИП «Караева» стараются попасть перед нашим автобусом, то есть выжидают кое-где на перекрестках, стараются как-то придержать наш автобус где-то в другом месте, чтобы выскочить перед нашим автобусом и начинают собирать основной поток пассажиров. Начальник ИП считает, что никакого конфликта в помине нет. По его словам, все водители-провокаторы были уволены. Первый заместитель главы администрации Сергей Севков не для протокола посоветовал коллективам лучше провести товарищеский матч по футболу и все же найти общий язык. На повестке был вопрос и о создании карты безопасности юного пешехода. Суть в том, чтобы занести в реестр все опасные места по дороге, чтобы дети могли спокойно передвигаться. За основу решили взять сургутский опыт. Нужно сказать, что он имел большое обсуждение как в рамках педагогической, детской общественности, так и в рамках управляющих советов. На сегодняшний день все образовательные учреждения включены в этот проект. И разработаны реестры. Первый реестр в июне 2012 года включено 13 опасных мест, а сегодня уже 36 опасных мест. Особенно актуальным оказался вопрос про готовность организаций, которые содержат улично-дорожную сеть города. По мнению Дмитрия Паевина, универсал-сервис к зиме готовы. Об этом говорят результаты технических проверок транспорта. Проведено техническое обслуживание тракторной и специализированной техники для работы в семье. Произведен завод спуска и соль на специально подготовленные площадки. Укомплектованы бригады и организована дежурка специализированной техники в соответствии с графиками инженерно-технических работы. Помимо этого обсуждался проблемный вопрос о стоянке грузовиков в 8-м А микрорайоне около пешеходного перехода. Предлагали построить барьерное ограждение, но пока вопрос еще не решен. Также говорили о дорожной разметке. В этом году тестируют сразу три смеси. Ту, которая окажется долговечней, оставят. Координационный совет по гражданскому воспитанию теперь есть в Нефтьюганске. В него вошли представители сферы образования, культуры, спорта, а также общественных объединений и патриотической направленности. Цель совета – скоординировать работу всех этих служб и структур. Сегодня состоялось первое заседание. В следующем году наша страна отметит большую дату – 70-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. В то же время сейчас появилась масса спекуляций на этой теме. Для того, чтобы подрастающее поколение знало свою историю и своих героев, и были созданы подобные координационные советы. Работа в данном направлении ведется, вы знаете, что она очень большая, эффективно проводится. Но есть какие-то западающие вопросы. Есть вопросы, которые поднимают общественники. Работа, по которым ведется, большая, но и результаты хорошие. Но, допустим, не в полной мере освещены у нас в городе. То есть все проблемные вопросы в данном направлении тоже будут рассматриваться на координационном совете. По словам директора департамента образования Татьяны Мостовщиковой, сегодня в школе нет более важного направления, чем гражданское воспитание. В пяти образовательных учреждениях работают военно-патриотические музеи. Ежегодно проходят акции «День призывника» и «Я гражданин России». ДОСААП проводит у старшеклассников уроки мужества. Кадетская школа, которая, кстати, признана одной из лучших в округе, полностью специализируется на этой теме. И не только четвертая школа, но и другие образовательные учреждения взаимодействуют с клубом фронтовых друзей, с обществом старожилов. И проводится очень, на наш взгляд, очень важная шерсткая работа, потому что становится, к сожалению, все меньше представителей этих поколений, участников войны. Глава города заметил, что в учебниках сегодня нет объективного отражения исторических событий, а сами школьники слишком увлечены компьютерами и соцсетями. Поэтому в работу нужно вовлекать как можно больше детей. Всевозможные конкурсы и фестивали, посвященные истории Отечества, должны проходить не только перед 9 мая, но и в течение всего года. А еще лучше, если ученики будут писать исследовательские проекты на тему сражений Великой Отечественной войны. Вот рефераты, наверное, надо именно определить детей, которые способны. Это же большой труд, потому что надо почитать много литературы, прежде чем написать, что извлечь детей с этой точки зрения. При всех негативных моментах отметили участники встречи результаты той работы, которую проводят в школах, есть. И они весьма наглядны. Парни чаще с желанием идут в армию, а не косят от нее, как раньше. Все большую популярность приобретают школы выживания. Образцом военно-патриотического воспитания могут служить поисковики клуба «Долг», которые возвращают память о предках, погибших в Великую Отечественную войну. Инна Новикова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Отобрать с умом сотрудники межрайонной прокуратуры решили провести Олимпиаду по праву среди выпускников «Нефтьюганска». Учебное испытание состоит из трех этапов, которые помогут выявить достойных абитуриентов для поступления в один из лучших юридических институтов в России. Подробнее об этом смотрите в сюжете. Два часа времени и с собой только информация, которую получили на уроках общества знания. 75 выпускников решили проверить, насколько хорошо они знают право. Ведь несмотря на то, какую профессию выберет абитуриент, утверждает межрайонный прокурор Павел Гусенков, ориентироваться в законах должен каждый. Это правила поведения в обществе, те нормы, которыми регулируется наше правоотношение в обществе. Какую бы профессию они не выбрали, знать азы права так же необходимо, как знать историю государства, знать простые навыки жизни, потому что они еще столкнутся не раз в самостоятельной жизни, там, где нужно знать применение закона. Выпускник пятой школы Григорий Синюгин заинтересовался Олимпиадой неиспраздного любопытства. Впереди выбор профессии и лишний раз убедиться в правильности принятого решения не помешает. Юноша – будущий прокурор. Именно вот эта Олимпиада поможет мне определиться, нужно мне это или не нужно. Вообще я хочу получить целевое направление и поехать учиться уже дальше, чтобы быть высококвалифицированным специалистом. Экзамен не посвящен только знаниям законов. Среди вопросов теста – история и общество знания. За два часа ребятам необходимо вспомнить события минувших веков, порассуждать о правах граждан и объяснить знакомые термины. Бланк ответов будет состоять из четырех частей. Первая часть посвящается вопросам государства и права. Будет дано десять терминов. Необходимо на них нужно дать определение. Определение можете давать своими словами. Никто не требует у вас конкретно юридическими терминами. Будем смотреть, как вы рассуждаете, как вы понимаете. Олимпиады – это лишь первый этап большого конкурса. Те ребята, которые наберут самое большое количество баллов, отправятся в окружную прокуратуру, где их будет ждать творческое задание на тему «Что я знаю о работе прокуратуры». Лучшие из них смогут претендовать на поступление в Уральскую государственную юридическую академию. Мария Орехова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Сибирь казачья. 328 человек стали участниками 8-го окружного фестиваля казачьей культуры, который прошел в Нефтьюганске под руководством Центра национальных культур. На сцене культурного центра ОПС встретились хореографические коллективы, инструментальные ансамбли и вокалисты. В итоге нефтьюганские ребята забрали в копилку города 10 первых мест. В этом году на нефтьюганскую сцену вышли казаки со всей Югры. Это и Ханты-Мансийский, и Сургутский, и Нижневартовский, и нефтьюганские регионы. Все они выступили в трех номинациях в разных возрастных категориях. В казачью песню вложена вся мудрость народа. Поэтому с песней и в труде, и в самые лихие годы, трудные для государства, всегда помогали людям отстаивать свое право на свободу, на вероисповедание, а также на дружбу среди всех народов, которые проживают в нашем государстве. Этот фестиваль проходит при постоянной поддержке местного духовенства. Как говорят священнослужители, определение казачества в становлении православной России очень велико. А казачья песня – сама жизнь, ведь в ней поется и о родине, и о родителях. Самое главное, что эта песня, все песни, все казачьи фестивали, они выносят такую особую радость, потому что она близка к народу. И это то, чем живет сегодня и всегда жил наш православный народ. Родион Карипанов занимается пением с четырех лет. На казачьем фестивале солист ансамбля «Росинка» исполнил две композиции – «Валенки» и «Глянька маменького кошка». Волнение перед выступлением ему помогла преодолеть руководитель. Моя учительница Наталья Каплан-Вассейновна – самая лучшая учитель в мире. Она добрая, веселая, заботливая. Она всегда нас выручает, когда нам страшно. Ансамбль «Северяночка» на сцене уже более 20 лет. Ежегодно они становятся призерами различных всероссийских конкурсов. Но и окружной фестиваль «Сибирь-казачьи» не могли пройти стороной. Ни специализация коллектива – народная. Волнение всегда присутствует, не в зависимости от регалий конкурса, либо окружной, либо международной. Какой бы город это ни был, но сегодняшний день – это прежде всего город Нефтьюганск. Поэтому мы как представители Нефтьюганска, и тем более до профессионального обучения детей, мы должны, конечно, показать самую высшую ступень. «Сибирь-казачьи» для всех участников фестиваля – не просто конкурс. Все они вложили в свое выступление душу. И с открытой улыбкой показали зрителям не просто казачью культуру, а открыли историю всей России. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в Нефтьюганске. И делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 237747. Всего вам доброго и до встречи в эфире.